Ремонт дорог и строительство новых зданий, конечно, хорошо, но не ценой здоровья. Будет где ходить, но нечем дышать, особенно в столице. Ведь здесь больше всего вырубаются деревья, вследствие чего пыль оседает не на листьях, а в наших легких. Наши исследования показали, что в отдельные периоды года уровень формальдегида достигает десятикратных величин, которые неблагоприятно влияют на здоровье женщин, детей и так далее. Мы моделировали вот такие ситуации на животных и показали, что, например, воздух, который находится на пересечении Чуйского проспекта и Белинской, может вызывать у животных различные врожденные заболевания, отклонения со стороны сердца, легких и так далее. Уже сегодня мы привыкли дышать загрязненным воздухом. Количество машин с каждым годом увеличивается. Парковые зоны становятся жертвами застройщиков. Торговые центры и многоэтажки поглощают межквартальные лужайки. За счет вырубки деревьев решается проблема с дорогами и парковками, как, например, на улице Токтоналиева. Этот красный крестик означает, что дерево планируют срубить. Таких по улице более тысячи. Земли закатает в асфальт, а дорогу расширят до четырех полос. Осенью жителям домов по улице Токтоналиева сказали, что лишь отремонтируют дорогу. Но вскоре на деревьях и даже на столбах появились красные метки. Линии электропередач перенесут во дворы. И ничего, что это нарушение противопожарных норм. Я не знаю, ну вы представляете, да, дорога будет вот до сюда. Мы выходим, все, трасса. Сали письма в мэрию там, во все станции, в шесть станций каких-то. И в общем, я не знаю, что будет, ответа нет. Никто не приезжал, никто нас не предупредил об этом. Совершенно никто. Новый саженец не заменит полноценное дерево, напоминает властям экологи. Да и не все они приживаются. Как замечают специалисты, если в городе и сажают зелень, то больше для декора. Первая задача, которая должна стоять при озеленении города Бишкек, это экологический принцип. Это растения, которые поглощают выбросы городские. Это растения, которые снижают шум. Это растения, которые увлажняют воздух и которые имеют достаточно устойчивые механизмы к агрессивной окружающей среде. Это растения, которые мы всегда видели на улице у города Фрунзе. Это карагачи, вяз, как широколистный, так и узколистный. Это тополя. Также это большой ассортимент лип, вязов, кленов, ясени. То есть ассортимент большой. В конце прошлого года социологи опросили тысячу жителей столицы от 15 лет и старше. Все выступили против вырубки деревьев. Как видно, столичные власти не принимают во внимание мнения горожан. Сколько это противостояние продлится, неизвестно. Диалог на круглом столе сегодня состоялся. Жаль, что только для галочки. Анастасия Соболева, Сама Долота Хунов, НТС.